За три месяца 2019 года петропавловские автолюбители 40 раз выезжали на полосу встречного движения. За это водители на полгода лишают прав. Самым проблемным участком считается перекресток улиц Уалиханова-Гашика. Чаще всего водители нарушают ПДД именно здесь. Что делать, чтобы сохранить водительские права и не попасть в аварию, расскажет моя коллега Алена Хан. Перекресток Уалиханова-Гашика. Именно на этом участке автодороги чаще всего петропавловцы теряют свои права. Многие из них не знают, как правильно разъехаться со встречной машиной при повороте налево. Чтобы объяснить горожанам эти нюансы, сегодня здесь работают дорожные полицейские. Они рассказывают водителям правила. На перекрестке Уалиханова-Гашика наиболее безопасным разъездом транспортных средств будет являться разъезд, так скажем, левыми бортами автомобилей. В связи с геометрическими параметрами и шириной перекрестка, чтобы не выехать на сторону встречного движения. Точно так же разъезжаться нужно и на перекрестке улиц Жумабаева-Абая. Мы поинтересовались, насколько хорошо это правило знают петропавловские автолюбители. Я должен проехать до полосы движения своей и потом только совершить маневр. Руль к рулю, ну это элементарная логика, потому что если я поверну перед встречной машиной, то я автоматически окажусь на встречной полосе по другой дороге. Здесь есть вот эта вот разделительная полоса, то есть, соответственно, две проезжих части. То я должна заехать уже на эту проезжую часть, а машина встречная должна заехать на следующую проезжую часть. Соответственно, мы не должны лоб-лоб друг к другу смотреть. Я поворачиваю сюда, он поворачивает за мной. Чаще всего неправильный поворот происходит из-за того, что впереди стоящие машины загораживают вид. Только за три месяца этого года водители 40 раз выехали на полосу встречного движения, за что поплатились своими правами на полгода. Кстати, вопросы по этому перекрестку полицейским задали по прямой линии WhatsApp. В этом мессенджере стражи порядка стараются поддерживать обратную связь с горожанами. Алена Хан, Адиль Нуржанов, Новости МТРК.